Здравствуйте, друзья! 16 февраля, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня я хочу ответить на поступивший комментарий по поводу эустомы. Вот такой комментарий я получила. Впервые посеяла эустому, на просторах интернета прочитала, что вплоть до пересадки ничем не кормить, только поливать корневином и разными стимуляторами роста типа янтарной кислоты. На сегодняшний день она у меня раза в 4 меньше вашей, и только у одной вижу корешки на дне емкости. Посоветуйте, что делать. Посев проводила 5 января, сходы появились на 9-11 день. Так, ну что, давайте будем разбираться. Вообще, если вы впервые решили выращивать такое растение, как эустома, сюда же, к этой же категории я бы отнесла эпитунью. Это те цветы, которые очень любят хорошее питание. И для того, чтобы нам получить хорошую рассаду, и в дальнейшем, чтобы эти цветы нас радовали в саду обильным цветением, мы, конечно, в рассадный период должны уделить очень много внимания данным растениям, что питонии, что эустоме. Поэтому, с самых первых дней, как только мы получили всходы, вот выходят два семидольных листика, мы сразу начинаем проводить подкормку. Вот смотрите, у меня здесь эустома, но мы видим, что семидольные листики, они вот там внизу совсем, то есть их практически не видно. Наверное, даже мне не удастся показать. Вот эти вот крошечные листики внизу, это семидольные листики. Вот это у меня уже две пары настоящих листьев, и я вижу, что выходит уже третья пара настоящих листиков. Вот здесь вот это видно лучше. Вот одна пара листьев настоящих, вторая и третья. Вот она выходит, пара. Сеяла я свою эустому первого января. Сегодня шестнадцатая. Всходила она у меня с шестого по восьмое появились всходы января. Ну, то есть месячная рассада, месяц и неделя получается этой рассаде. Почему начинаем сразу проводить подкормки? Обычно я жду, когда я вижу, что уже практически все проклюнулись семена. Вот на такие таблетки я сею. Эустому. И в дальнейшем уже вот добавляю вот эту грунтовую подушку, перемещаю на грунт. А изначально у меня стоят эти таблетки, помещены вот в таких контейнерах. И, в общем-то, я жду, когда все появятся всходы. Как только появились все всходы, вообще эустома в девяносто процентах случаев всходит дружно. За редким исключением. И то это, ну, если, может быть, либо мы не добавили воды в то время, когда у нас находились таблетки на голых контейнерах, ну, либо гранулка была, может быть, заглубилась, либо немножко пересушена была. То есть бывает такое, но это в редких исключениях. В основном, как вы видите, вот равномерные всходы. И мы видим, что эустома практически одинаковая здесь. То есть понятно, что она всходила одновременно. И вот после того, как появились вот эти крохотные семидольные листочки, мы сразу проводим первую подкормку кальциевой селитрой. Почему не нужно верить вот этим роликам, на которых вам рассказывают, в которых вам рассказывают о том, что эустому не нужно кормить. Ну, я так, знаете, вот порой мне, когда сбрасывают девочки в WhatsApp ссылки на какие-то ролики, я перехожу. Вообще у меня нет времени смотреть ролики в интернете, но когда я получаю ссылки, я, конечно, перехожу посмотреть, что же там мне прислали. Вот. И у меня иногда возникает вообще такое ощущение, что люди, которые советуют выращивать, ну, в частности, вот мы говорим об эустоме, что они вообще ее никогда не выращивали. Так как, ну, до такой абсурда доходят вот некоторые советы, что я просто в шоке нахожусь. От таких просмотров. Обязательно мы должны эустому кормить вот прямо с первых дней. На торфяных таблетках, если вы посеяли, никакого питания в торфяных таблетках нет и никогда не было. Если вы посеяли на грунт, либо на торф-классман, там, да, там есть питание. Но если вы посеяли на голые торфяные таблетки, никакого питания там нет. И ваша эустома будет страдать от недостатка питания. По поводу вот этих стимуляторов. Корневин. Вы полили корневином. Корневином можно полить один раз только. Вот после того, как эустома у вас взошла, и то я на такой ранней стадии корневином не поливаю. Вообще, я хочу сказать, что эустома достаточно хорошо развивает корневую систему и без корневина. Но вы должны понимать, что если вы поливаете корневином, тем более я в комментарии прочитала, что поливать, то есть не один раз полить, а, видимо, несколько раз поливать корневином. И если вы будете один, два, три раза с каким-то интервалом поливать вот рассаду свою корневином, вы вообще затормозите рост до такой степени, что вам очень трудно будет потом дать толчок этой эустоме, чтобы она начала развивать у нас листовую наземную часть. Вот, поэтому с корневином не увлекаемся. Я обычно корневином эустому и не поливаю. Вот я в момент пересадки, когда пересаживаю, я добавляю корневин из расчета, в грунт добавляю из расчета 1 грамм корневина на 1 литр грунта. Вот, и все. Больше я, конечно, корневин не использую при выращивании эустомы. Вот он у нас, корневин. В очередной раз хочу сказать, что если вы открываете какие-то пакеты с любыми абсолютно препаратами, обязательно потом их закрываете, чтобы они у вас не стояли открытыми, чтобы вы не дышали этими препаратами. Вот янтарная кислота. С осторожностью нужно применять янтарную кислоту при выращивании эустомы. Эустома у нас не любит кислых грунтов. Вообще оптимальная кислотность грунта, PH грунта, это 6,5-7. Но я бы даже сказала, что вот по моим наблюдениям, когда PH грунта ближе все-таки к 7-7, эустома развивается лучше. Если же мы начнем периодически поливать янтарной кислотой грунт, то что мы получим? Мы получим закисление почвы. И в кислом грунте, если у вас будет PH, допустим, 6 или еще выше PH, еще, допустим, 5, еще более кислый грунт, то, конечно, эустома развиваться у вас не будет. Янтарной кислотой, если вы решили подкормить эустому, янтарная кислота стимулирует, конечно, образование корней. Ее лучше развести и опрыскать по листу, не внося в грунт. Вот конкретно для эустомы. Так, теперь еще такой момент. Вот когда я объясняю на растениях, почему надо делать так, а не так. Как-то не все зрители, мне кажется, понимают, о чем идет речь. Поэтому я сегодня вот уже более такой наглядный пример вам объясню, почему же все-таки нужно кормить эустому, а не стимулировать рост. К примеру, вы приобрели хомячка и начинаете его кормить гормонами роста. То есть не кормить, а в каких-то капельках ему даете гормоны роста. Но при этом вы его не кормите совсем. Вот как вы думаете, будет этот хомячок расти или он, может быть, заболеет и погибнет? То же самое с эустомой. Когда мы начинаем очень часто применять стимуляторы роста, оно, конечно, не быстро. Но эустома может заболеть и даже может погибнуть. И был у меня такой случай, когда мне также отправляли, ну это, не знаю, уже, наверное, года два или три назад, отправили мне ссылку на один из роликов, где женщина выращивала эустому. Но я так, причем поняла, что она не первый год ее выращивает. Она занимается продажей рассады, эустомы занималась. И показывает хорошую эустому. Я когда посмотрела, какие она проводит подкормки, там, ну, галимые стимуляторы роста. То есть она чередует все. Агата я у нее не видела, но там и НВ-101, это стимулятор роста. Где он у нас тут? Вот он. И Энерген, и Эпин. И что только не было там из стимуляторов. Конечно, когда мы так часто стимулируем эустому к росту, она может заболеть. И в итоге, вот ссылку-то мне скинули на ролик, где у ней эустома уже достаточно приличная, наверное, сантиметров 6 в высоту уже такая была эустома. И она вся листья обмякли, то есть она у ней все, она погибает. Перестимулированная эустома с недостатком питания. Поэтому я даже всегда во всех своих роликах говорю, если вы решили провести подкормку стимуляторами роста. Как я делаю? Я, например, запланировала. У меня все подкормки планируются. Я сейчас вам покажу. Тетрадочка у меня ведется. Тетрадку обязательно введите при выращивании рассады. И здесь мы записываем все наши подкормки. Вот у нас пентасы эустома были посеяны 1 числа. И первая подкормка, вот с 6 по 8 сходили семена, появились всходы. Первая подкормка уже была проведена 11 января. Я это уже показывала. Дальше монофосфат калия. Кальцевая селитра – это кормим. Монофосфат калия – кормим. Джой старт – это и подкормка, и плюс янтарка. Вот это я опрыскивала по листу янтарной кислотой. Тут уже идет у нас… То есть дважды мы подкормили, дали питание, несмотря на то, что… А нет, тогда у меня еще не были они на грунтовой подушке, эти таблетки не были еще. И джой старт плюс янтарка мы простимулировали. Янтарка стимулирует джой старт. Там и подкормка, и стимуляция одновременно идет. Вот, то есть обязательно следующая подкормка. Видите, плантофит 28 числа, 10, 54, 10 формула. То есть мы снова подкормили вновь нашу рассаду, и через неделю мы опрыскиваем агатом. Агат – это стимулятор. Прежде чем применять стимуляторы роста, мы за неделю до этого должны обязательно дать питание нашему растению. Иначе вы не получите хорошую рассаду и устому. Пересадка. Когда вы проводите пересадку, обязательно пишите, что вы добавили в грунт. Вот у меня грунт плюс удобрение пролонгированного действия ААВА и плюс биогомус. Конечно, под эустому желательно вносить при пересадке удобрение пролонгированного действия. Если вы помещаете таблетки на торфяную подушку, вот здесь я не добавляла ничего. То есть тот грунт, вернее на грунтовую подушку, мы берем грунт, я беру пакетированный, покупной. И в него ничего не добавляю, помещаю сюда эустому. Мы видим, что вот корешки здесь хорошие, длинные. Но пересаживать уже давно надо было. Не затягиваем с пересадкой. Вот это вот неправильно то, что я сейчас вам показываю. Уже как минимум две недели назад нужно было эту эустому пересадить. Вот тут у меня эустома пересаженная была 13 февраля. Сегодня утро 16, 9 часов утра. То есть к вечеру будет трое суток, как я ее пересадила. Примерно 3-4 дня после пересадки эустома приживается к этому грунту. И поверьте, что буквально через 3 дня эта эустома пересаженная будет отличаться от той, которая у меня до сих пор еще не пересажена. Так как уже корешки начнут брать питание. И вот когда мы заправляем удобрением пролонгированного действия, питунью или эустому, у нас растения будут развиваться очень хорошо. Ава, вот это удобрение я вношу. Очень хорошее удобрение. Оно, конечно, не дешевое. Но вот это вот, вот это вот, сколько тут, 200 грамм стоило 355 рублей. Сейчас еще дороже, по-моему, где-то в районе 400 рублей. Но удобрение очень хорошее. Вот мы добавили вот в эти стаканчики. И следующую пересадку, когда я буду делать в более большие стаканчики в рассадный период, если я ее буду проводить, я уже не буду Ава добавлять. Ава я добавлю в следующий раз, когда я буду высаживать вот эту эустому уже в постоянные горшочки. Там я вновь добавлю Ава. Есть также Ава, если вы хотите подешевле. Вот такая вот упаковочка. Но берем для цветов. Лучше брать для цветов. С картинкой цветочной. Если, ну, нет возможности, да, может быть, стеснены финансово, какие тогда можно внести удобрения пролонгированного действия? Ну, я это тоже уже много раз показывала. Но так как зрители добавляются, приходится периодически показывать. Это ОМУ РОСТ, который мы вносим на 5 литров грунта, либо грунтовая заправка на 20 литров грунта. Также сработают очень хорошо. И, конечно, я сейчас вам покажу те удобрения, которыми, любым из которых вы можете выбрать что-то. Я знаю, что не во всех магазинах есть хороший ассортимент удобрений. Наш магазин, кстати, отличается тем, что у нас всегда широкий ассортимент удобрений. И все, что нужно для выращивания рассады, у нас, конечно, всегда есть. Вот. Что мы можем применять при выращивании эустомы? Какие подкормки? Из стимуляторов роста можно взять либо АГАТ, который я рекомендую. Но вот сейчас очень сложно стало с АГАТом. Я себе оставила, наверное, упаковок 10. И вот мы его не можем получить, потому что какие-то проблемы с поставками АГАТа. Если нет АГАТа, что можно взять? НВ-101, либо Энерген. Вот Энерген мне даже больше нравится, чем НВ-101. Вот такой вот капсульный, одна капсулка, здесь 10 капсул, одна капсула разводится, вы ее открываете, раскрываете, высыпаете содержимое в воду на литр воды, хорошенько размешиваете и можете поливать. Это будут стимуляторы роста. А удобрения, которые нам нужны обязательно для эустомы, это, конечно, для любых вообще растений нам нужны будут витамины Аквамикс, которые сейчас идут вот с такой этикеточкой. Тоже вот одно и то же показываю каждый раз. Ну, а что делать? Вот приходится показывать. Так, также очень хорошее удобрение Буйского химического завода, вот такой вот цветочный рай для цветущих растений. Отлично подойдет для эустомы, у меня уже пустая бутылочка. Если вы берете удобрение Добрая сила, это замечательное удобрение, оно есть для рассады, но для рассады я бы лучше рекомендовала для рассады овощных культур. Но если вы не найдете вот такое вот универсальное для, либо для цветущих растений, для декоративных, для всех декоративных растений, бывает еще для цветущих растений. Если вы не найдете универсальное удобрение, которое лучше, конечно, подойдет для рассады яустомы, то можно взять вот это удобрение для рассады. Идеально подходит для выращивания яустомы. Также здравень, вот есть в магазинах разный здравень, да, вы можете в садовых встретить. Здравень для рассады, они и бывают в сухом виде, но лучше в жидком, конечно, брать. И здравень для комнатных цветов, то для иустомы и для петуни, лучше подходит для комнатных цветов, лучше подойдет здравень. И также есть джой удобрения, замечательная линейка джой, тоже очень хорошая. Вот тут можно брать как рассаду, так и комнатные цветы тоже. При пересадке иустомы желательно, конечно, внести в грунт биогумус, но если вы его не внесли в сухом виде, как я уже говорила, я рекомендую именно марку джой, это лучший биогумус на сегодняшний день. Не стала внести сюда пакет с сухим биогумусом, я добавляла сухой биогумус при пересадке. Если не было такой возможности, вы можете приобрести вот такой жидкий, картинка вот такая же тоже, тут вот эта деревня, черные пакеты там и вот надпись джой. Можете им поливать. Поливать иустому биогумуса достаточно раз в две недели, разводим четко по инструкции, можно опрыскивать, можно не поливать, так как все вот эти гуминовые кислоты и азот содержащие препараты, они немного подкисляют грунт, поэтому вот таким биогумусом, если у вас грунт может быть кисловат, то лучше тогда опрыскивать. У нас щелочная вода, поливочная, поэтому я и поливаю, и опрыскиваю, так как у нас закисление грунта не происходит даже при применении удобрений. Если у вас вода кислая, дома водопроводная, либо может быть вы в частном доме живете, может быть из скважины, вот зачастую из скважин, когда идет вода, там закисленная вода, то, конечно, вам лучше проводить подкормки все листовым методом, не корневым, так как грунт, скорее всего, закислен будет. Но раскислять грунт можно, конечно, внесением золы, если у вас кислый грунт под иустомой. Так, ну что, друзья, я думаю, что все понятно. Кормить иустому надо обязательно. Вы можете даже не стимулировать рост растений, забыть даже про стимуляторы роста, но забыть про подкормки ни в коем случае нельзя, про удобрения при выращивании эустомы и питонии. То, что мы читаем на упаковках стимуляторы роста, это не говорит о том, что мы начнем их применять, и у нас растения начнут очень хорошо расти. Все вот это питание в грунте, когда мы покупаем, даже качественный грунт очень хороший, питание этого, но мы же видим, да, что емкость вот такая небольшая. А так как это растение довольно-таки прожорливое, то как только здесь разовьется, вот, ну, может быть, недели две еще пройдет, и практически уже вот это питание, но обычно, если мы в грунт покупной добавляем еще, допустим, биогуму, сава, этого хватает на весь период выращивания рассады. Если мы ничего не добавляем, если грунт, который мы купили, мы ничего в него не добавили и пересадили эустому, то эустома и питония примерно, ну, в течение трех недель, они съедят все, что здесь было добавлено. И таким образом у вас будет идти просто голодание у вашей рассады. Поэтому питунью и эустому мы кормим обязательно раз в неделю. Это вот нужно запомнить, если вы решили выращивать такие цветы. И также я рекомендую еще фертика, очень хорошее удобрение, особенно если у вас есть фертика кристаллон, то это вообще изумительное просто растение, и под питунью и под эустому подойдет как нельзя лучше. Также, когда вы видите, что у вас хлорозить начинает питунья, либо эустома, это говорит не о том, что не хватает железа, как правило, все почему-то считают, что это недостаток железа. Но это, конечно, может быть хлороз от недостатка освещения, так как мы в комнатных условиях выращиваем. Но чаще всего это также от недостатка питания происходит. Весь этот хлороз на растениях. Вот, в принципе, и все, друзья. Если вы решили, подводя итоги, что хочу сказать, если вы решили вырастить эустому и хотите, чтобы она у вас хорошо развивалась и хорошо цвела в дальнейшем, то вам в помощь обязательно пригодятся все удобрения любые. Можете выбрать любое удобрение и одним, вот допустим, выбрали одно удобрение, и одним удобрением вы можете подкармливать раз в неделю. Ну, читайте по инструкции. Тут есть где-то на этих в табличках, либо в описании, с какими интервалами мы используем вот это удобрение. Есть где-то интервал 7-14 дней, есть 10-14 дней. То есть читайте и подкармливайте. Стимуляторами достаточно проводить подкормку один раз в месяц. Этого будет вполне достаточно. Как для питуней, так и для эустомы. И стимулировать рост корневой системы, системы эустомы совсем не нужно. Она и так прекрасно у вас будет развивать эту корневую систему. Корневая шикарная всегда у эустомы. Друзья, я на этом с вами прощаюсь. Если вы живете в городе Каменск-Уральский, приглашаю вас к нам в магазин. Магазин, который называется Дача по проспекту Победы 48. И у нас есть огромный ассортимент. Здесь далеко не весь ассортимент удобрений, которыми мы торгуем. Вот, кстати, я еще забыла показать. Джой Универсал, Джой Старт. Вот эти удобрения тоже очень хорошие. Ассортимент огромный. И мы всегда поможем вам вырастить хорошую рассаду. Очень много у нас благодарных покупателей наших городских, которые приходят и говорят нам, что мы научились выращивать ту или иную культуру. Спасибо вам большое. Конечно, нам это очень приятно, слышать такие отзывы. Мы, в принципе, для вас и стараемся, для вас и работаем. И нас тоже радует, когда вы получаете хорошие результаты. Поверьте, это очень приятно услышать, что все у вас получилось. Друзья, я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok